Вы знаете, уникальные места попадаются иногда в Белоруссии, да, наверное, и в других странах тоже. Вот я сегодня приехал на водоемчик. Это пруды. Их уникальность в том, что человек занимается 10 лет, и все пруды он выкопал сам экскаватором. На месте болота. То ли он арендовал болото или купил, я точно не знаю. Сделал на сегодняшний день 4 пруда. Запустил карпиков. Три из них такие, ну, скажем, коммерческого плана. Хотя места, как видите, достаточно заросшие, они очень популярны. Это несколько буквально подходов. И один пруд вообще прикольный. Было болотце, он его особо не чистил. То есть торчат целые такие острова камыша, травы. И он там прорыл лишь канавы для зимовки рыб. По его словам, там есть какие-то суперэкземпляры чего-то. Но я сегодня приехал, скажем так, на детский флет-метод. Ловить небольших карпиков. Я здесь уже был один раз. И такой интересный береговой флет. То есть я кладу флет практически под берег. Сел на углу, чтобы мне удобно было это делать. Почему так? Потому что в прошлый раз я приехал с большим ведром прикормки. Место нашел совершенно случайно. По картам думал, какой-то рыбхозик. Если надо навалить просто гору прикормки, рыба придет кушать. Я навалил куда-то в серединку. И за 4 часа не поимел ни одной поклевки. Пока не сориентировался по ситуации, по выходам рыбы. И не начал бросать практически под берег. Буквально в 50 сантиметрах. Вот сейчас я кладу кормушечку. Все сильно упростил. Сегодня я приехал лишь с пелецом. Это 6-миллиметровый красный палтус. Копенцевский. Его немножко нужно. Я с рогатки его подстреливаю. О-о-о! Есть рыбка. Пока буду вываживать, расскажу. Пелец. Подстреливаю, да, рогаткой. Тут дистанция, это метров 15-20 моего заброса. Что-то небольшой, наверное, карасик. Буквально там грамм 300 пыликов с рогатки. Тоже бойликов покажу. Замешал сегодня в качестве основного методного корма. Дирает. РС. Это карп черный мелкого помола. Про насадочки расскажу чуть позже. Да, карасик. Еще один карасик. Рыбалка такая интересная. Она в какой-то степени такая интимная, потому что буквально тут стульчик, удочка и даже подставку не использую под удочку. Кладу ее на траву. Поклевки. В стиле отдай удочку. Вот такой вот карасик небольшой отправился обратно к себе домой. Клюет он сейчас на червячка, но по насадкам я пробегусь чуть позже. Вам все подробно мелко покажу. То есть не мелко, крупным планом наоборот покажу. Как что я насаживаю. Сейчас еще разбираюсь. Буквально минут 40 только рыбачу. Вот пока что два карася у меня. Поэтому сильно напрягать и умничать не буду, потому что этот способ ловли я осваиваю. Многие знают. Ну, кто меня знает, что я в этом году очень много уделяю времени именно рыбалке на флет. Причем это взрослая флет-рыбалка. Такая соревновательная, мощная, с хорошими большими рыбами. И несколько суточными рыбалками. И вот мне как-то больше по душе такие вот карманные рыбалки, которые близко. Все аккуратненько. Не надо много снаряжения. Приехал, порыбачил 5-6 часиков и поехал домой. Уже купался нам первый карпик. Удрал от левого берега основную акваторию вправо. Сейчас где-то здесь вдоль берега, наверное. Не, наверное, я точно ее по лесу вижу. Убежал прямо туда вот к вам. Влево к траву. А вот он, я уже не вижу. Небольшой карпик, симпатичный. Веточку с собой какой-то забрал. Чуть-чуть подпутал тут обветку все. Любят они вдоль берега собирать там всякий мусор. Приходится даже иногда, он сразу в траву стартует и ходить там вылаживать. Прячется рыбка, ищет укрытие. Чем интересны поклевки. Даже такого вот мелкого карпа, некрупного, скажем. Он быстро-быстро дает деру. То есть он втаскивает удочку. Ну, хотел сказать, подставки, но в моем случае с травы. И сразу такой паровозик. Засекся за нижнюю губу. В принципе, все красиво. Поклевочка мне понравилась. А что еще нужно? Рыбка пусть и не очень большая. Вот так красивенькая. Они тут все такие первый раз пойманные, потому что обычно их, кто здесь ловит, забирают домой кушать. Они такие растопыренные, сразу огромные глаза. Сейчас мы его освободим и обратно отпустим. Во-первых, он нам не нужен. Во-вторых, пусть живет. А в-третьих, это снижает нам стоимость рыбалки. Мы даем все-таки не бесплатный. Ну, вот рыбка убежала. Значит, из насадки тут был восьмерочка сверленный пелец. Сверху половинка поп-апа клубничного. А пелец, сурс, динамик бойцовский. Работает и карась тут вот клюет. Я еще несколько карасей словил на него. И карпики тоже клюют хорошо. Еще червячка попробуем. Я сейчас поставил второе удилище. Он просто потому, что два выхода подряд видел. В метрах в пятнадцати от моей выбранной точки. Прямо под травой. Что интересно, сейчас случилась поклевка после заброса. На третьей или четвертой минуте именно на новую заброшенную палку. Но мимо стартанул. Что-то не засекся. И карпика буквально вот только что все-таки со своей основной точки снял. Наверное, это не очень хорошо ловить в таком ограниченном пространстве двумя удочками. Потому что лески висят. Все-таки рыбу как-то может настораживают. Но просто хочу проверить. Вот кто-то дернул правую удочку. Но это, конечно, не поклевка. То есть тут приходится реагировать только на то, что когда фрикцион уже зажужжал. Палку сразу вправо в траву кидает. И поехала. Интересная рыбалка. Рыбка сильная. Подбираю пока еще ключик. Сказать, что раздача. Да нету раздачи. Получается сейчас четыре карася. Я словил и одного карпика пока что. И две поклевки мимо. Сейчас буду пробовать еще на червя половить. Тоже интересно. О, поехала, поехала. Поехала, видели? О-о-о-о. Вот про то, что я говорил. Вот он паровоз. Резкий такой. Слушайте, крупная рыба таких резких паровозов не выдает. Сейчас я его попробую. Здесь, куда настроена камера. В подсачек взять. Прямо здесь. Вот как хорошая рыбка. Упирается. Дал очень бодро. Дно чистое, без зацепов. Можно выложить. Прямо вдоль воды. Он решил, что ему надо вправо сходить. Ну, пускай себе. На этой палке еще стоит плетенка, поэтому поклевки такие достаточно борзые. Ничего не амортизирует. Но на такой некрупной рыбе, а на плетенке получаешь больше удовольствия. Сейчас мы его уже практически взяли. Хорошо стартанул. Молодец. Такие минуты и доставляют радость. Опять он обошел кругом и заходит к нам справа. Да, как видим, рыбка не крупная. Уже он сам освободился. Я хотел засечку показать. Вот такой вот красивенький корпушка. Недорожший еще до килограммчика. Отпускаем его прям в подсаке обратно. Только лишь крючок из сетки освобожу. Сегодня я использую два вида насадок. Первый это червяк. Хорошо работает по карасю. На червяк словил пять карасей. Такие внутренние, правда, 200-300 грамм. Особо больших нет. Значит, для того, чтобы насадить, я беру поводок. У меня уже готовые, есть связанные. Здесь это квик-стоп называется, быстросъем. Или быстрый стоп. У корма есть такие, у гуру есть. Потом беру червя. В моем случае это дендробена. Не знаю, какого номера, наверное, второго. Большой червяк. У него отделяю половину. Продеваю тоненькую иголочку в этот быстрый стоп. И вот с той стороны, где я оторвал, завожу этот стопорок внутрь. Буквально там на длину волоса, сантиметра на два, наверное. Вывожу. Достаю иголочку. Вот у меня стопором червяк зафиксирован. В то же время он по дну ползет и тянет за собой поводок с крючком. Когда рыба его засасывает, кстати, на легкой флетке, видны даже небольшие покачивания, пока карась его заглотит. И потом уже уверенный загиб. Вот эти маленькие шатания сечь не нужно ни в коем случае. На флет поклевка это обычно хороший паровоз. Даже 200-граммовая рыба его способна выдать. Тем более флетки сегодня у меня 25 грамм. Вот он и по ноге хорошо ползет, и очень хорошо ползет в воде по дну. Вот. А вторая, более такая простая, наверное, насадка для изготовления. Это пелец, тот же самый, восьмерочка. Это сурс, динамит бейтсовский. И я беру фруктовую вершинку, делаю из поп-апа. Для этого надо взять половинку поп-апа. Как-то вот этот цвет лучше работает, это земляника. Такой, наверное, это розовый, скорее. Розоватый такой цвет. В принципе, на эту насадку уверенно клюет и карпик, и карась в том числе. Как-то на червя сегодня карпик не попался у меня. Значит, насаживаю на иголочку сначала половинку поп-апа, и потом уже туда пелецинку. Чуть-чуть подкручиваю, чтобы она плотненько сидела. На поводке у меня снизу резиновый стопорок, чтобы подпирать все это дело. Она так столбиком и стоит. Тут есть нюанс, нужно в баночке обязательно проверить, чтобы насадка была скорее нейтральной плавучести, чем возвышалась на дно. Ну, то же самое, потом иголочкой стягиваю на волос. Ставлю стопорок. В принципе, вот готовы к забросу. Ну, здесь холибут я поставил. Обычный палтусовый пелец. Поводочки. Несколько штук заранее заготовил. Сижу, просто их меняю на дренуновских кормушках. Это делается очень просто, очень легко. Ну, сейчас перешел на вот эту вот насадку. Хотя червяка насадил, чего не забрось. Сейчас заброшу еще раз червячка. Каждые минут 30, может там 40-45, когда забываю, беру пригоршню бойлов пылящих. Они примерно часика за два распадаются. То есть, у меня таким образом есть постоянно в точке что-то, что привлекает рыбу. Какие-нибудь караси там могут. И пинать даже эти бойлы гонять, когда в рот не лезет. Ну, а карпики, я думаю, их едят. Это хороший пылик, динамитовский. Называется The Crave. Пачки нету, но я вот себе тут этикетку кладу в емкости. Как-то вот его караси любят. Да и карпики мелкие тоже. Пахнет он кетчупом. В чистом виде. Или аджикой какой-то. Ну, такой приятный запах. Ну, там буквально, не знаю, 8-9-10 бойликов. Ну, и пелецом подстреливаю периодически. За 3-4 часа рыбалки я два раза сходил. Пострелял там по 4 корзинки. Вот такие, это очень небольшой объем. То есть пелец, вот если у меня была полная банка, там осталось. Много еще осталось, в принципе. А больше и не нужно, потому что рыба, когда заходит, она там ковыряется. Пелец маленький. Чтобы весь выесть, надо очень много времени. И параллельно клюет у нас. Иногда между килограммовыми тузиками попадаются тузики чуть побольше. Вот, например, такой красавчик. О, прям видно, что рыба не была ловлена никогда. Он изогнулся, прям в шоке весь. Такой, тихо, тихо, красивенький. Ну, наверное, чуть больше полутора килограмм. Ну, приятно, боец, хороший. Инта и рыба красивая, чистая. Тоже сильно мучить не будем, отпустим. Вот и подошло время заканчивать мне сегодняшнюю рыбалку. Тут буквально один-два заброса еще сделаю и все. В принципе, раздачи большой не было. Посидел, наверное, часиков 5-5 с половиной. За это время около десятка карасей. И 5 карпиков. Один из них такой покрупнее, остальные небольшие. Ну, все равно я доволен. Удалось снять несколько поклевок для вас. Сегодня моя прикормка методная больше почему-то нравилась карасю. В прошлый раз я здесь был с чисто рыбным кормом. И карася не было вообще. Почему-то он на меня не клевал. Может быть, изменились условия. Тут погода немножко еще ломает. Вчера были дожди сильные. Сегодня что-то ветром надувает опять. Карпики показываются меньше, чем в прошлый раз. Ну, и к тому же, хозяин, как оказалось, их покормил хорошенечко. Мешки с зерном валяются вдоль берега. Вот, тем не менее, рыбалка удалась, скажем так, небольшими силами, небольшими затратами. Там буквально я купил пачку прикормки. 300 грамм пылящего бойла было. Ну, и пелется. Вот, была целая банка. Потратил там тоже грамм 250. Рыбка немножко спасивничала, но все равно, особенно та поклевка, которая, когда две удочки стояла, одна пошла так хорошенечко, она запомнилась. И ее я вам смог показать. Спасибо за внимание. Надеюсь, каждый сможет найти время, чтобы подарить себе такую радость, такое счастье, как рыбалка на флетфидер. На маленьких водоемах вдоль берега. Пытайтесь, пробуйте, потому что не всегда и не везде классические эти подходы и наши с вами заблуждения и представления приносят результат. К слову, сегодня тут вот тоже мужики бегают по разным водоемам. Абы куда кормят, абы куда кидают. И абсолютно никакого результата. Приедут, скажут, рыбы нет или не клюет. Все, всем спасибо. Пальцы вверх, вот тут внизу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok